Итак, мы с вами рассмотрели 4 блока, сейчас приступаем к последнему, к пятому, о том, как нам оценивать наши аргументы. Как можно их оценить? Какие критерии оценки аргументов вообще есть? Критерии оценки аргументов. Как вы будете оценивать? Вы подобрали свои аргументы, и вам нужно их оценить. Отобрать те, которые будут сильные, и убрать те, которые будут слабые. Что мы будем использовать? Первый критерий, доказанность. Критерий доказанности. Как степень доказанности увеличить? Как ее увеличить? При помощи чего? При помощи чего мы увеличиваем наши доказанности? При помощи примеров, может быть. Примеров. Вот то, что мы с вами обсуждали. После того, как мы говорим формулировку аргумента, пабула аргумента, дальше мы приводим поддержку, объяснение, почему. Приводим пример, приводим картинку. То есть, поддержка, пример, картинка. Там, где качество этих элементов, аргументов у вас лучше, там, где они есть, их наличие и их качество, будут говорить о том, что у вас, что вы выберете именно тот аргумент, где у вас есть, есть эти элементы, аргументы. Следующее. Следующее это глубина аргумента. Глубина аргумента. Как этот критерий нам сделать лучше, повысить? Эмоционально. Ну, эмоциональный живот, это картинка, да? Тут рациональная, эмоциональная, доказанность. Доказываем либо картинкой, либо примером, статистикой. Глубина аргумента, от чего зависит. Вот как глубоко мы можем войти вот это убеждение человека. От чего зависит. От его может быть какое-то убеждение, да? Как он сам на эту... Его ценности. Да, мы это уже обсуждаем, подводим в тот час. Ценности, да? Вот ценности или философия, убеждение, такое тоже понятие, это говорит о том, что вы должны опираться на ценности. То есть ценности. Но вот я вам сейчас задам такой вопрос. Ценности мы с вами тут перечисляли, любовь, семья. А как вы определите, перед вами человек, перед вами аудитория, как вы определите, какую ценность использовать, чтобы их убеждать? Как вы выберете эти ценности? Сходя из чего будет. Вы должны задать вопрос аудитории. Начать с вопроса. Это же тематики. Подумать, смотри, какая тема. Ну вот ваша тема. Ваша тема. Вы, Дима, вы рекламируете домик деревьев, нужно его продать. Нижний вид людей. Нижний вид людей говорит о ценности. Ценности, которые для каждого человека. Что, это статок? Нет, ну я... Ну там, если люди, так они одни могут выходить. Если там это какие-то бизнесмены, они по другому. Ну здесь, там, чему занимаются. Какую-то регулирую позовешь. То есть, все равно они приходят на тренинг. Нет, вы придете у вас, ну понятно, что придут люди с деньгами, чтобы приобрести этот домик в деревне. Я бы все-таки задала вопрос, ну, например, давно ли вы слышали пение птиц? Или у кого есть семья? Они бы ответили нет. Дома. Они бы задумались. Потому что, ну это такой вопрос, да, наверное? Для них, конечно, нет. Ну, а не, хорошо, я отвечаю вам, добро. Добро слышал. Давно не слышал пение птиц. О чем, какую ценность это затрагивает? Вы спросите, есть ли семьи? Или дети? О, Глина, кстати, тоже с вами сидит. А зачем вы спрашиваете мне такие вопросы? Кто-нибудь скажет, кто-нибудь не расскажет, что есть у него дети. Смотрите, ведь у нас сразу третий вопрос. Если мы двинемся, то есть универсальность. Вот аргумент должен быть универсален. То есть глубина аргумента зависит от того. Ну, не зависит от того, а зависит от наличия ценности. Ценность должна присутствовать, значит, будет глубокий аргумент. А вот универсальность, критерий универсальности будет говорить о том, что вам ценность нужно подобрать. Такую, которая бы подходила большинству аудиторий. Но у нас все равно с вами, мы можем выявить с вами здесь все сидящие, выявить какие-то общие ценности. И ценности частные. Вот какие у вас с вами общие ценности? Здоровье. У всех общие ценности. Здоровье, это всегда можно давить. Здоровье. Общие. Здоровье. Время. Свобода. Свобода, деньги. Давайте я запишу, давайте. Время. Свобода. Еще что? Семья. Семья. Отдых. А если бинтоголики. Ну, такой бинтоголики тоже хотят. Будут отдыхать, будут лучше зарабатывать. Я думаю, отдых. Ну, нет, значит, они работают много, потому что хотят заработать много. Ну, нет. Ну, ведь, потому что это потом надо, люди результата. Дело на задыхаете. Может быть, они работают, чтобы без опасности. Здоровье не облегчится. Или на здоровье свое работать. У меня речь купли. У вас зарать. Здоровье, безусловно, да. Я соглашусь, что это такая общественная ценность. Ну, общая ценность. Социально. Время. Кто у нас ценит время? Жители города. А деловые люди, которые работают? Ценят ли время, ну, молодые люди, студенты. Ценят ли они время? Нет. Да. Вот смотрят, кто любит. Ну, вспомнил. Не универсальная ценность. Вот это не универсальная ценность. Ей лучше не эпилерировать. Может быть, да. Может быть, нет. То есть, это уже зависит от внешнего облика аудитории. Ну, примерно, понимаете, что молодой человек, скорее всего, учится. Если вы индивидуально с ним будете беседовать, то... Освободиться. Свобода. Свобода. Ну, свободу заложить. В любом времени. Деньги универсальной ценности. А мир же тоже ценностей. Здоровье универсальной ценности. Безопасность. Вот это вот. Безопасность. А универсальная ценность. Еще такой вот, допустим, пример, да. Это уже не про универсальную ценность, а про такую эгоистичную ценность. Когда какой-нибудь депутат говорит с трибуны, ну, рассказывает про свою программу, рассказывает о своей предвыборной программе и говорит, что, допустим, вот при... Если вы выберете меня, то ВВП нашей страны увеличится на 5%. Вот насколько у вас сейчас возникла мотивация пойти и голосовать за него. На 5%. А если он скажет, что если вы выберете меня, то я увеличу каждому заработную флату на столько-то процентов. Обещаю увеличить. Или если он там обращается к пенсионерам, то конкретную прямо цифру говорит. Конкретно, сколько каждому добавит конкретное количество рублей. На 100 рублей увеличится пенсия. Железный. Это уже более убедительно звучит. То есть это уже затрагивает эгоистичную ценность, затрагивает лично меня, допустим, если я пенсионер, или если я там государственные служащие, и не обещают увеличить заработную плату на 20%, то это уже я понимаю, что это затрагивает какие-то мои личные, я имею личную выгоду, тогда это уже более убедительно, чем просто какой-то вот БВП, который я не вижу, 5% что это такое, что к чему-то приведет, как я от этого выиграю, непонятно. То есть вот ясности нет в аргументе. Вот. Поэтому, когда вы начинаете подбирать свои аргументы, у них должно быть что? Первое. Наличие примеров, наличие поддержки, наличие картинки, если вы хотите эмоционально убеждать. Должна быть заложена какая-то ценность, при этом эта ценность должна быть универсальной, если это большая аудитория, и универсальна с точки зрения, что она должна подходить к конкретному человеку, если вы знаете, если вы общаетесь к конкретному человеку, если это ваш сын, дочь, вы ее знаете, вы знаете, как убедите ее учиться, чем ее замотивировать, на какие ценности надавить, вот что сейчас важно для подростков, к примеру, или что важно там для ваших подчиненных. Если вы знакомы. Если не знакомы с аудиторией, с незнакомым человеком, универсальные ценности. То есть здоровье, то это повлияет больше. Теперь, давайте мы с вами...